Мы путешествовали на восток, через горы и через безбрежную пустыню разбитых земель. По прошествии дней мой спутник рассказал мне, что он когда-то был великим воином, и что сейчас его вметет тяжелое, темное, тайное бремя. Я случайно альтапнулась, нажала на кнопку Windows, и у меня заглючила программа записи. Пришлось сохраниться и выйти. Раз уж мы в лагере, сейчас мы продадим вот эту булаву. Купим лечилок, маны, противоядие. И напарника тогда возьмем в аренду. До смерти. Этот харадрический куб – ценная вещь. Согласно легенде харадриков, куб может восстановить харадрический посох. Для этого тебе нужно использовать куб как свиток. Когда куб откроется, помести в него обе части посоха и примени преобразующую способность куба. Тебе будет приятно узнать, что у куба есть и другие применения в алхимии. Шесть драгоценных камней и один меч преобразуются в улучшенный длинный меч. Также ты можешь преобразовать два колчана арбалетных болтов в один колчан стрел или два колчана стрел в один колчан арбалетных болтов. Ты можешь открыть и другие формулы. Интересно. Но я вроде бы, казалось, сначала запомнила, а сейчас нифига ничего не запомнила. Два колчана арбалетных стрел. Или арбалетных болтов. Или наоборот. Или все части посоха. Что-то я забыла. Так, это квестовый предмет. Мы его нашли. Так, в зале мертвых мы его подобрали. Второй. Подобрать нельзя. В случае пропажи куба его можно поднять снова. На уж указанном месте. Уже сто рецептов для куба. Верные ингредиенты нам нужно отложить. Иначе ничего не произойдет. Давайте посмотрим. Ингредиенты. Посох королей. Плюс амулет гадюки. Полученный посох используйте для открытия гробницы. Дал Раши. В каньоне магов. Второго акта. Слушайте, а мы рецепты эти можем находить? Или мы должны были все наизусть запомнить, что он нам говорил? Глаз Халима. Плюс сердце Халима. Плюс мозг Халима. Цеп Халима. На габирта плюс том городского портала. Но этот рецепт доступен после того, как мы проходим финального босса. В конце Диабла. И потом необходимо переместиться на данном уровне сложности в лагере к разбойникам. О, камни и руны. Три самоцвета одинакового типа и уровня, кроме превосходных. И мы получим самоцвет более высокого уровня. Три одинаковых руны. Я их уже все потратила. Три руны. Ту плюс сломанный топаз. Сломанный аметист. Сломанный сапфир. Сломанный рубин. Сломанный изумруд. Галамаз. Дефектный сапфир. Рубин. Изумруд. Топаз. В общем, с камнями тут можно посмотреть рецепт. Зелья. Три зелья здоровья плюс три зелья маны плюс самоцвет. Давайте попробуем. Только нам надо... А нет, у меня есть. Маны нет. Сейчас давайте купим и я проверю. Вот один рецепт надывала, который можем сейчас проверить. В принципе. Нет, дешевые используем. А я оставлю себе тогда. Один самоцвет есть. Так, открываем куб, берем дешевые зелья маны. Три штуки. Зелья здоровья. Плюс самоцвет. Это самоцвет? Треснувшая митис. Не знаю, что получится. Три зелья восстановления есть. Зелья здоровья плюс зелья душа ищего газа. О, смотрите. Зелья восстановления сил лечит 35% здоровья и маны. Ну, я замучаюсь миксовать эти миксы ваши. Только для каких-то сложных, что ли, крафтить предметов. Понятно. Ладно, дальше кольца и амулеты. Три кольца. Кстати, одно у нас в сундуке. Так, давайте попробуем три кольца и посмотрим, какой будет результат. Так, что у нас в сундуке лежит? Еще одно кольцо. Да. Вот как раз те, которые мне не нужны. Или они все-таки мне нужны? Три к мане. Какие три кольца? Так, это у нас 31 уровень атаки. И нас жалко что-то. Это в золото. Давай проведем экспериментик. Засовываем три кольца. Три кольца. И получаем амулет. Чем выше уровень героя, тем лучше амулет. Смотрите, у нас какой амулет? Вот, 10% очень быстрое наложение спинаний. Мы такие амулеты постоянно сейчас получаем. Продадим его. Беспонтовый амулет. Кольцо плюс совершенно изумруд. Кольцо плюс совершенно рвен. Подождите, а у меня в сундуке это еще одно из такое. Это треснувший топаз. Шесть совершенных самоцветов плюс амулет, кроме черепков. Призматический амулет. 16, 25% ко всем сопротивлений. Хороший амулет. Нужно найти шесть совершенных самоцветов. Когда-то они были. Оружие. Совершенный череп. Плюс редкий предмет. Камень. Плюс камень Джордана. Камень Джордана. Вообще, можно самим наколдовать? Что получится? Ничего не получится. Нужны челткие рецепты. Шесть совершенных черепов. Когда это было? Четыре зелия здоровья плюс рубин. Один посох плюс один крис плюс ревен. Чеммень. Могут быть любого качества. Ой. Надо смотреть только на те рецепты, которые действительно вот вначале смотрела. Для того, чтобы легче пройти. В финальных воздух или они обязательные? Броня. Маленький магический щит плюс дубинка с шипами. Плюс два черепа. Что-то мне неохота заниматься крафтом. Только по заданию, если честно. Вычитывать эти рецепты мне сейчас. Посох королей плюс амулет гадюйки. Харадрический посох. Это по квесту обязательно. Ну, а то, что по квесту мы сделаем. Остальное что-то не несу. Так, я хотела что сделать? Купить напарника, да? Добрый день. Вот, девятнадцатого уровня. Здоровье. Отлично. Так, дальше на... Ой, нет. Нет, закроюсь. Плечилочки. Так, так. А, ты как раз... Так, говоришь... А зелья восстановления-то они никогда не будут. Сюда, да, пополняет сразу. Противоядие. А, нет. Есть зелье выносливости, но малое. Ха. Оттаивание. Оттаивание, оттаивание. Сейчас не надо, потом... Пойдут какие-то... Мобы, которые нас будут замораживать. Да пребудет с тобой благословение. Да ладно. 10% очень быстрое наложение на пленание. Ну, я такие амулеты находила, и... Что-то не особо, они эффективны оказать для меня. Кстати, смотрите, у нас 13 тысяч. У нас сейчас нет никаких рун. Повышенная защита. Щит и... Меч. Нам осталось найти клешни, наверное, перчатки. Может, конечно, нам все-таки нужны лечилки. Так, камень, наверное, надо убрать сюда. Нет, давайте попробуем. Щитом и мечом нашим легендарным. Не легендарным, это зеленый. Наверное, есть качество еще лучше желтого. Нам надо выйти в туннель к этим слизням. Не знаю, я пока не трачу деньги, но мы придумаем, куда их потратить потом. Понадобится нам... У нас еще впереди 3 акта, наверное. 5-6 актов. Кстати, я не хотела сейчас их бить. Хотела прямиком направиться сразу же к богову. Я не могу пока это использовать. Ох, блин, надо... Место освободить. И, конечно, он CDC. 18-200. АПТОМОНИЕСЬ. Поэтому я боюсь, я не хочу. Ох, блин, ка-ка-ка. Что мне? Я не хочу. Так, вот оно логово, идём сюда. Они прямо из-под земли могут вылезти, черные какие-то. Я перегружена. Кольчёжные перчатки, кстати, жёлтого цвета, надо подобрать. Посмотрим. У меня нет ещё идентификации. Защита 10. Нет, хорошие, наверное. Чё-то мне жалко выбрасывать. А, я шмотки должна забрать. Нет, я не умерла. Подождите. А почему у меня только дворяда доступны сейчас? А? Вы не знаете почему? У меня же три было. 6, 7, 7. Хвост дракона. Давайте попробуем. А вот это вот оставим для боссов, может? Давайте попробуем. Смотрите. Хвост дракона. Финальное движение. Удар ногой со взрывом. Радиус. Четыре ярдов. Четыре. Четыре ярда. Так как я сохранилась и вышла, они снова здесь обновились. Недостаточно мамы. Я не могу нести больше. Ну вот, кстати, стой. Я перегружена. Да подожди, блин. Подожди, говорю, иди за мной. Тупой напарник. Я не могу нести больше. Смотрите, какие перчатки. Плюс как ловкость. 12% повышение защиты. Защита от яда. Длинка к радиусу. Круга света восстанавливает. И эти, эти хорошие перчатки. Эти надо сбросить нам. Кольцо надо проверить. Пойдем. Я перегружена. Терпеливый. Иди сюда. Я пью. Я пью. Я пью. Я пью. Я пью. Вдом все. Я пью. Я пью. бьет все равно на подхвате помогает кого сможет хоть отвлечет внимание на себя тоже хорошо 0 весь забаррикадировали таракан несчастный я не могу нести больше нам заблудился что лети сюда только не вперед меня иди за мной я перегружу слизни какие-то мерзкие я не могу нести больше я не могу нести больше но это для рецептов удушающий газ если нам нужен ману нужно установить сюда противоядие мы ищем древко кстати это второй уровень сначала весь уровень зачистить и а и и и и и и и и Так, у меня закончилась выносливость. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну чё ты жуком строишься, что ли, нет? Тяжело. Может я просто так деньги потратила. Кстати, надо посмотреть, что за молния. Ой, не молния такая лицо. Защита от молний, от них молния. Да, негативные эффекты появляются так. Меньше отравления на 25%. Кстати, помогает. Кольцо. Поставим. Преимучие зелени буду брать. Интересно, каким образом... Ну, могли оказаться здесь... О, руна. Ну, вполне возможно, что здесь когда-то был город. давно. Этот город уже опустился под землю. В песках. Нашли руну. Пошли по кругу, тут у нас такой лабиринт. Тище. Я перегружена. Какой-то жезр нашла. Погодь. Погодь. Вернись обратно. Я не могу нести больше. Что я хотела взять? Жезл. Жезл, наверное. Нет, не для паладинов, не для волшебников. Его, кстати, можно использовать для рецепта. Искать его неохота этот рецепт. Я не могу нести больше. Не хочу крафтить здесь. Может, у меня сейчас просто такое настроение. Знаете, разное бывает настроение. Но так как я весы, у меня все гиперализированное. Я слишком радостная, веселая или слишком серьезная. Или слишком задумчивая. Или слишком злая. Вам уже страшно? Конечно же нет. Я очень добрый человек. Я перегружена. Великой бесконечной души. Просто я себя считаю... ...человеком. А человек испытывает все его... Я не могу нести больше. Главное просто осознавать, откуда они берутся. И иногда можно их просто проживать. Я не могу нести больше. Проживать так, чтобы потом не болеть. Если эмоции накапливаются в человеке, то он может болеть. Лучше их прожить. Либо в уме, либо... Но не срываться на кого-то. Можно просто... ...покричать. Полезно иногда. Можете дома, когда никого нет. Можете в лесу. Не знаю, как вам больше нравится. Особенно женщинам. Женщинам вообще нельзя, чтобы... ...эмоции оставались внутри их. Нужно, чтобы они... ...выходили наружу. Вообще любому человеку это нужно. Я не могу нести больше. Все болезни идут от нервов. И от того, чтобы эти эмоции не находят выход. Злость и ненависть разные вещи. Говорю, не обязательно гиперализировать какое-то чувство. Можно его прожить правильно. Ну, либо успокоить себя. Можно другим способом. Если у вас получается себя успокоить. Не знаю, принять горячий душ с паром в ванную. Или... ...сесть что-то вкусное. Выпить горячий чай с травами. Послушать приятную музыку. Или наоборот. Знаете, эмоции иногда уходят, когда слушаешь... ...жёсткую, тяжёлую музыку. Это, смотря исходя из вкусов. Блэк метал, там... ...тяжёлый рок. Дарк электро. Это... ...кибер, панк, год. Я не знаю, кто что любит. И от этого, кстати, тоже выходят эмоции. Если вы проживаете чувства через музыку. Я не знаю, как у вас. Я говорю, исходя из своего опыта. Кстати, кольцо. И, конечно же, мы не можем его открыть. Я перегружена. Видимо, от того, как мы эффективно убиваем, нам выпадает и не выпадает. ...потожди... 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 ...мй ты долго будешь бить её... ...из меня. ключ ключ мне нужен суеток городского портала сейчас мне достаточно одна штука в инвентаре по секрет всему свету все на свете расскажу слезень какой поддающийся моим чаром купья это отвратительное место со слизнями не выпадала еще не а наверно так надо сделать что мешалось а маны у нас и нету а тут у нас тупик да так тихо тихо а я лечуку золото мана все так у нас есть городского портала кстати манам осталась последняя в инвентаре у нас с тобою идем дальше так тихо а ключ нам нужен а вот мана да как раз таки так а где мы не проверили вас с этой стороны они с другой стороны вышли тогда пойдем сюда там бешеный беспредел коридоре поэтому я буду ходить в затишье периодически как мы с тобой сообща так раскидывали всех кто куда поэтому я люблю играть ночью темной ночью в полнолуне я не могу нести больше но так кривочее зелье кстати руна 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 что надо делать с этим что с этим уродом огнем дайте лучше войну можно у ману у зелье маны полный шлем какой-то шлем дайте-ка я посмотрю что это за шлем ммм Все надо идентифицировать. Кстати, шлина я такой хотела себе, но покупать не стала. Перчатки классничьи. Блин. И что делать? Не хочу это продавать. Блин, так много места вот это вот все. Шлина занимает. А, нет, вот так лучше сделаю. Одессель большое, лечебное зелье. Вот так легкое. Ну, что делать? Пошли. Все нанесешь. Так, это что? Я перегружена. Да ладно. Это я что ли выбросила? Надо все идентифицировать. Подождите, я же помнила зачем. А, это, наверное... Нет, какие-то способности у меня тут появляются. Я могу, например, связать врагов. Они не будут двигаться. На 20 секунд. Кстати, я тут была. У нас какой уровень? На первой. А все, здесь два уровня оказывается. Все, как странно. Два уровня. А, мы здесь ничего не нашли. Значит, это не тот лабиринт. Напарник за мной не поспевает. Даже когда иду? Нет. Так, мы вышли. Давай идем сюда. Подожди, а нам не нужен потерянный город. Стой. Че это такое? Не понимаю. Давайте активируем тогда здесь портал и пойдем обратно. Наверное, там что-то на нас обнаружило. Че это такая тьма? Непроглядная. Подожди. Вальная. Пусть не нужна. Приложак. Пусть не нужна. Пусть не нужна. я не могу нести бойцы лиманы длинный лук сохраняйся хоть уходи то все тащи домой желтый кольцо я перегружена копьем синего цвета наверное надо сохраниться и выйти мне нужно маркер а 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 недостаточно манны чуть не добили меня это уже другого уровня понимаете локация забралась не по уровню сюда я перегружена сначала тут кость надо пройти классический меч кстати а а а а идет вперед когда его не просят просто видят врагов и прет вперед а 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 по вы это это а а продадим его. Подожди. Классический кристаллический меч. Подожди я меч. Он у нас. Так, прекрати бегать, а. Не утеши своими ножками. Вот это вот сначала правильно. Тоже надо и дефицировать, а. У меня начинается завал. Я не могу нести больше. И мне приходится что-то ценное выбрасывать, чтобы взять другую. Меня начинает напрягать. Хочется быстро вернуться уже до лагеря. Я перебувну. Против зомби. С этими модификациями на электричество, там, огонь. Ты подобьешь сегодня, нет? Это обезьяна. Бьем, кстати, надо. Нету способность выбирать. Хорост дракона, по-моему, я прокачала. Да. Следующий уровень. Скид-мескому убиваю. Скид-мескому убиваю. У меня нужно манта. У меня так же манта не может никакая печала. Скид-мескому убиваю. Тут еще одно логово. Мне нужно манта. Наверное, там. Я перебувну. Или не там. Должен быть портал. Желтое кольцо хочу активировать. К минимальному урону 2К энергии устанавливает здоровье. Пик-мания. Я не могу нести больше. Недостаточно манны. Недостаточно манны. Ты добьешь его сегодня? Нет. Все. Аааа. Недостаточно манны. Что там у нас? Вот еще. Все. Я перегружена. Мне надо. Возвращаться. Еще ни одного нет этого портала. Он, наверное, в подземелье. Упс. Скорее всего. Походу, дело в следующей локации. Я уже добежала. Я не могу нести больше. А, золото. Не забывай. Золото. О, мы 16 тысяч накопили. Мы 16 тысяч накопили. Не забывай. Можно было бы еще покупать. Обучаться быстрее. Сейчас он его добьет. Его отравили. Тяжело, яма. Я нашла щит зеленого цвета. Наверное, опять такой же. Сейчас ветки красные не выпадают. Ну что за подстава, а? Хоть бы один портал здесь был, а чё просто так сюда перлылась. Они настраивают. Ай, ай, ай! Я 16 тысяч здесь оставила. И все свои... А нет, эти шмотки остались, оказывается, здесь. Блин, надо идентифицировать сначала. Добрый вечер. Ага, спасибо. Наверное, этот я положу на сохранность, а тот продам. По-любому этот лучше выпал нам. Без комплекта... 27 тысяч это все, что ли, твои? Почему 27 тысяч тут расставят? Не пойму. Так, где там? Да не охрана, еще один тут торговец. Он спит, что ли? Нельзя, нельзя. А где? Еще один торговец. Он спит, что ли? Трагнан может дать совет насчет этого дела. Думаю, что сам с ним поговорю. Так. Аааа, это же таскать, охота. Кто с фитками-то торгует-то, блин? Аааа. Нам как раз по квесту же надо. Подождите. Ааа, нет, нам для посоха нужен этот квест, алтарь змеи в храме, как-то стыгайдюки, точно. Я никак вот это не выполняла. Эту древко никак не могу найти. Подходи, поторгуемся. В темноте вообще не могу играть. Так, вообще-то ты у нас торгуешь? Да и вот что надо, вечная проблема. Прямо с этими псевиками. Ааа. Аааа. Звук, как курица издаёт. Куда хруще. Где ли противоядие? Что-то мне башка не соображает. Что от нас хотят? Исследовали мы этот тоннель с червями. Не нашла я никакой древка. Побежала искать другой. Спуск в подземелье в их логово. Мы перешли на другую локацию. Там я не нашла. Портал. Но зато это нашла свою смерть. И все вещи наши там. Кстати, так резко потемнело, что я даже подумала, что это какая-то магия. Надо вернуть своё тело с шмотками. Я без щитов. А нет, щита надо делать. Пять процентов. Одинаковые. Почему нам одинаковые выпадают? Вместо того, чтобы... Выпало бы... Я перегружена. Выпали бы клешни уже, наконец. У-оу-оу... У-оу-ау. Наш напарник погиб Мне нужно, господи Да умри уже Спасибо за просмотр! Лечебное зелье! Возьми, ё-ка-в-м-н-э! Финь, как ужас! Понятно. Вот здесь мы были, мы в это логово не спускались. Нет. А это не логово. Нет. Я не могу сбегать, когда светёт. Ах, давайте мне прочитать. Главный куб мы нашли. Логово личинок нашли под оазисом. Надо ещё раз его проверить. Древко. Надо вернуться обратно. Под далёким оазисом. Ну явно не другая локация, надо туда вернуться. Сейчас посмотрим, что это вообще такое. Я перегружена. Мы их ещё ядом травим. Недостаточно манны. Я перегружена. Я перегружена. Недостаточно манны. Я перегружена. Кольцо. Я перегружена. Понятно. Там... Перегруженность перегружена. У меня одного нет портала, бля. Вы не боитесь холода. Мне нужна манна. У меня есть? Нет. Я не могу нести больше. Не боитесь холода. Нет! Нет! Ну и в обратном пути подобрали речевку. Поехали! 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 Ни одного портала нет. Чё, всё отолазится? Только в подземелье у нас, что ли? А вот, наконец-то нашла. Чё-то не пропустила. Поехали! 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 Поехали!